В Покачевском храме Покрова Божьей Матери приступили к третьему этапу росписи сводов. Обновление началось еще в прошлом году. Сначала художники Творческого объединения «Благо» из Томска преобразили алтарь, а перед Пасхой завершили работы в основной части. Многие, кто заходили, говорили такое чувство, что стал выше, стал шире, стал больше, потому что изображения нарисованы не просто, как бы, как скажем так, ну, нарисованы, грубо говоря, как в 3D-модели, и получается, когда на них смотришь, они не просто плоские, а на самом деле как будто живые и как будто на самом деле настоящие, прям не изображения, а прям как будто фигуры. И поэтому, получается, за счет этого храм, получается, он как бы стал как будто более шире, более как бы объемнее, я бы так сказал. Также расширению пространства способствует новое освещение. Специально для того, чтобы картины заиграли новыми красками, на паникодило большую люстру в центре зала установили прожекторы. Сейчас работы продолжаются в притворе. Эта часть храма рядом с входом. Здесь уже собраны леса и идет подготовка стен к росписи. Ориентировочно 15-20 мая заезжают художники, начинают работу последнего этапа, как бы, по росписи храма. Примерно ориентировочно в начале июня будут еще мастера по установке мозаики, которые будут находиться на внешних фасадах храма и церковной лавки. Их будет семь мозаик различных, так скажем, изображений, то есть не одинаковых, не однотипных. Ну и, получается, в алтарной части встанут два окна из настоящих витражей. Преображение Покачевской церкви ведется при поддержке нефтяников на средства, выделенные в рамках соглашения, о сотрудничестве между компанией «Лукойл» и правительством Югры. Преображение Покачевской церкви.